Здоров, Ютуб! Сегодня самая нелюбимая вами рубрика это Орел и Решка. Ну, как вы ее называете, да? Мы подписывались на автоблогера, а здесь какой-то тревел-блог. Короче, ребят, постараюсь минимально и больше к автомобильному уклону рассказать всякие лайфхаки про поездку в аэропорт, да, то есть непосредственно про стоянку и то, что касается автотемы и всякие такие нюансы, о которых, в принципе, чаще всего многие не знают. Погнали! Ребят, если кому-то неинтересно, если кому-то нужно только описание отеля, обзор отеля, то, ребят, переходим вот на это вот время, вот там уже не только про отель. Сейчас я немножечко расскажу, как предварительно и что и как. Стартовали мы в конце августа, ну, считай, уже сентябрь. Куда? Откуда лететь? Откуда лететь в Турцию? У нас было только три города. Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва. Выбрали Ростов, по той причине, ну, в принципе, с Воронежа туда 500, туда 500, до Питера 1000. Но тогда, получается, если мы летим из Ростова, ну, пробок меньше там, всякого трафика меньше, народу меньше. Вот. И до Турции уже лететь на час меньше. Ну, то есть выбрали Ростов. Сейчас у нас в сентябре, в принципе, открыли еще три аэропорта. Казань, Калининград и Новосибирск. Первым делом, что нужно автолюбителю, который едет в Ростов, да, Ростов, ну, куда угодно, это подумать о стоянке. А где оставить машину? Потому что мы сначала думали взять такси, а такси вот этот аэропортное, которое едет, так сказать, на такие расстояния, стоит 10 тысяч рублей в один конец. Туда 10, оттуда 10. Решили ехать на своей машине. Стоянка обходится 10 дней 2000 рублей, потом последующие идут по 100 рублей в день. То есть 11 дней, 200, 12 дней, 2200. Ну, понятно, да? Но что нужно при этом знать? Нужно при этом сначала позвонить на сайте, в интернете набить, если вы летите с Ростова, это Платов, да? Позвонить и забить место по той причине, что мы изначально приехали на родную, да, то есть на Платоновскую, Платов, Платов, стоянку, мест нету. Мест нету, как там, там, шлагбаум, карточка, вот это все только временно, надо было записаться, либо ВИП-стоянка. Едем мы в ближайший поселок, в интернете, который мы нашли, 18 километров от аэропорта. 18! Заезжаем в первый, занято, мест нету, там стоянка здоровая, причем рядом стоит разборка, разборка автотранспорта. Мы приехали в 2 или в 3 часа ночи, ну, короче, было очень весело. Едем дальше, то есть нам сказали, ребята, почему вы заранее не записались? Ну, в общем, не записались. Приехали мы во второй, там есть пару мест, нам сказали, окей, пожалуйста. Приехали мы к парковке, парковка находится за 18 километров. 10 дней стоит 2000 рублей, парковки, трансфер, взвешивание, ну, все, потом покажу. В чем плюсы? В чем плюсы? Получается, территория окружена полностью забором, ваша машина становится туда, под опись, то есть заключается договор между вами и непосредственно стоянкой, где идет осмотр всех сколов, всех трещинок, всех царапинок, все, полностью осмотрели машину, сдали ее, показали билеты, когда вас туда отвезти, когда вас оттуда забрать. Можно также чайку попить, чемоданы, туалеты, то есть чемоданы, я имею в виду, упаковать. То есть, в принципе, нормально. Такая огромная стояночка у нас, 18 километров до аэропорта, машину оставили, обратно нас встретят. Звучит как реклама, но, ребят, я думаю, многим интересно. Потому что я расскажу дальше потом про стоянку платов. Все мы упаковали, договорчик, самая, говорит, большая проблема, это мы можем 30 минут ехать до вас, потому что самолетик прилетел, у нас два бусика всего лишь, и мы вот развозим людей, вам придется подождать. То есть, постоянно эти бусики у них катаются, там транспортер какой-то еще, Hyundai. Ну, в общем, не важно. машину ваша находится под присмотром, на закрытой территории, там посторонние не ходят. Вот. Чем отличается в Платове? Платове – это простой шлагбаум. Вы получаете карточку, въезжаете, становитесь. И, соответственно, потом при выезде оплачиваете в терминале все это. Но дело в том, что людей многих приезжают, бусики, кто-то там кого-то привозит, и все люди через эту стоянку к аэропорту пешочком, с чемоданами, с детьми идут. Идут, то есть, когда мы обратно летели, мы стояли, ждали минут 20 наш автобус, да, и стоянка, получается, ну, мы стояли на стоянке, перед тем самым шлагбаумом, куда подъезжают все таксисты, где стоят все таксисты. Ну, а детям скучно 20 минут ждать, да, они бегали между этих машин. Если у вас настроена сигнализация очень чувствительна, то спустя 10 дней вы приедете к полностью высаженной машине, то есть, аккумулятор полностью сядет. Зарядить вас никто не зарядит, то есть, вам, если вы не местный, придется кому-то звонить, кому, ну, короче, как-то прикуриваться, либо заранее положить с собой зарядное устройство. То есть, если кто-то поцарапает вашу машину, если ее, дай бог, угонят, никто даже не знает. То есть, она стоит на открытой площадке, которую ограничивает шлагбаум, и через которую проходят толпы и тысячи людей. Непосредственное отличие того, что вы 20 минут вам придется проехать, может быть, еще 20 минут подождать, да, где-то плюс-минус 40 минут до вашей машины. Либо она, вот она, прямо здесь, но есть нюансы. Вот, по оплате, конечно, здесь, в Платове, непосредственно, ближе, но дороже. Вот такие вот нюансы есть. Второй пункт, это у нас вход в аэропорт, то есть, почему я решил это рассказать, потому что непосредственно, потому что непосредственно перед поездкой у нас ребенок немножечко температурил, то есть нет, не коронавирус, не простуда, просто температурил, температура 36,9, 37, 37,2 даже не было, 37, вот такая температура. Мы переживаем, что как? Кровь из вены, кровь из пальца, другие анализы, к одному врачу, к бесплатному врачу, к платному врачу. Руками разводят, а все нормально, по анализам? Ну попробуйте, может быть, вас пропустят. То есть мы не знали, как эти камеры работают, при какой температуре пропускают. Я очень много гуглил, очень много думал, как нам попасть в отпуск? Ребенок, с ним все нормально, он активный, он по анализам и по врачам, он все, ну я не знаю. Ну сказали, ну попробуйте. Ну, не пропустят, но потеряете вы там билеты на самолет, путевку, либо один кто-то тогда летит, второй остается с ребенком, либо оставьте ребенка. Ну, короче, блин! Слава богу, мы выздоровели. Итак, получается, на входе вы входите, масочный режим обязательный в аэропорту. В основном температуру меряют треноги, стоит стационар, то есть вам в лоб никто, никто ничем не стреляет, никто не подходит. Они стоят в местах скопления, то есть где вы становитесь в очередь. И вас там постоянно, грубо говоря, чемодан пока вы ставите, пока вы выкладываете ручную кладь, вот это все, вас меряют температуру. Вот, она получается у нас. На входе в аэропорт при получении посадочного талона, при проверке посадочного талона и таможне. То есть всегда вас проверяют. В самолет вы входите, вас проверяют только на наличие маски, дезинфекции. Все. Довезли нас, получается, от стоянки до аэропорта. Прошли мы в аэропорту все. Так, чтобы кто-нибудь мерил температуру в лоб или там принудительно нет, стоят пару тепловизоров. Не знаю, работают они или нет. Мы прошли их спокойно. Никто вообще никаких претензий нет, хотя ребенок поплакал. В принципе, мы потрогали его, но он был теплее. Все нормально прошли. Вручная кладь. Написано, что нельзя. Ну, вот такой вот рюкзачок с рюковизитом я вручную кладь пронес. Вот, то есть его разрешили 23 килограмма на человека. Даже на пятилетнюю дочку 23 килограмма разрешено. Вот, сейчас мы ожидаем. Дьютифри очень дорогой. Если взять, допустим, цены с тем же красно-белым, в красно-белом в два раза это дешевле будет. Вот, причем вот здесь дьютифри очень маленький. Бурбонов практически нету. Только Джек Дэниелс, Джим Бим. То есть такие популярные, так сказать. Ничего нету. Очень маленькая территория. Ношение маски. То есть следующий пункт, как бы, ношение маски. Если мы перед аэропортом стояли, мы не знали, что такое маска, да, там, ну как, вас никто не контролирует. То есть я маску натянул, вот он, нос торчит, потом подбородок. И вообще, вот самое главное, что она у меня есть, если ко мне кто-то подошел, чпоку ее на нос. Все замечательно. То есть никаких претензий. То же самое в самолете. Мы вошли, нос был открыт, пожалуйста, оденьте маски. Мы прошли, сели, и все. В итоге дети уже потом вообще без масок бегали. Ну, то есть, по сути, когда мы летели туда, так, все, халат, ну, есть маска. Может быть, она даже в кармане. Ну, и все, и замечательно. Два с половиной часа в самолете, и вот мы в Турции. А вот в Турции уже 700 лир. Ну, умножаем на 10. Это штраф. Если в рублях, 7 тысяч рублей за отсутствие маски. Причем в аэропорту еще вам более-менее там скажут ее поправить, одеть. То на улице, либо уже в общественном транспорте Турции, все. То есть мы ехали в автобусе, и ребята рассказывали, как говорят, просто едем, вот она на носу, да, чуть-чуть спустили, нос, нос торчит. И едем в автобусе. По плечу хлопают масочку на тени. То есть в этом плане не очень строго. Но правительство Турции всех лечит бесплатно. То есть всех туристов, кто приехал в Турцию отдыхать и, не дай бог, заразился, тесты бесплатно. Лечение бесплатно. Стационар, ну, короче, вас вылечат бесплатно. Ну, просто это время отпуска вашего займет. Отпуск вам никто не оплатит. То есть ношение маски обязательно в Турции. Единственное, в отель, когда вы добираетесь в отеле, идут зеленые зоны, да, вас опять фотографируют в лоб. Я потом покажу в описании, так сказать, в обзоре отеля, как они выглядят. Меня, кстати, один раз за повышенную температуру остановили. Ну, я все это покажу. Ну, и сразу расскажу про обратную дорогу, потому что... О-о-о-о! Короче, обратная дорога. Вам нужно зарегистрироваться в Россию, когда вы летите на госуслугах. Если у вас нету, то вам надо это сразу сделать, потому что по прилету у вас всего лишь три дня. На то, чтобы сдать, на то, чтобы получить и на то, чтобы прикрепить. Соответственно, зарегистрироваться и записать анкету. То есть составить там анкету, все это заполнить. То есть у вас всего лишь три дня. Если по прилету вы сразу выходите на работу. Ну, в общем, лучше сделать все заранее. А с 24 сентября у вас еще эти три дня вы должны будете находиться на самоизоляции. Ну, не понимаю я как. Ну, допустим, если бы мы с Ростова, в Воронеж нам надо добраться 500 километров, да, три дня самоизоляция. То есть по Ростову я в автобусе или в самолете до Воронежа, либо где-то как-то, да, я добираюсь, всех заражаю, доезжаю до дома, и только тогда у меня самоизоляция. На три дня, пока я не получу тест. Ну, конечно, непонятно мне как это. Но вот так вот они сделали. Короче, мы прошли тест непосредственно сразу в аэропорту. Он стоит 2000 рублей. 30 минут где-то очередь. Ну, пока вы стоите, вы заполняете всякие анкеты. Сам тест 5 минут. Помазали, все, результат вам на электронку. Но нам пришел на третий день. И вот на третий день мы только поехали там к родителям. Мы куда-то что-то так сидели. Самоизолировались, так сказать, после дьюти-фри. Сидели, разбирали подарки. И позвонив в Воронеж по всяким медицинским учреждениям, как бы нам пройти тест, нам сказали, нет, не все так просто. Если в аэропорту мне сразу сделали тест, то, получается, позвонив, нам сказали, вы сначала пишите анкету, потом мы к вам пришлем человека, который там специально, вы сидите дома. Мы вам все... Короче, там какая-то тягомотина. Дешевле всего на 200 рублей, кажется, вот пройти это дома. Но это растягивается. И, соответственно, сроки этого экспресс-теста тоже увеличиваются. То есть есть вариант нарваться на штраф. Ну, вообще решайте сами. Но по мне было проще пройти непосредственно в аэропорту. Напомню, 2000 рублей это с одного человека стоит. И сразу, в принципе, перед тем, как показать уже, что там у нас в отеле, небольшой лайфхак. Если вы едете в ультра все включено, ну, в Турцию, минимум 5-4, ну, я не знаю, в 4 звездах есть, нет. Короче, самое главное, нужно нам что? Термокружки. Желательно побольше. 0,7 как минимум термокружечка, желательно запечатывающаяся. И боксы. Боксы тоже желательно плотно запечатаны. Пищевые боксы. Термокружка для чего? Ну, в основном, техника безопасности, кто был, тот знает, у бассейна распитие спиртных напитков, любых напитков, в стекле запрещено. Ну, уронили, стекла рассыпались, кафель, там, мрамор, да, все это разлетается тут же в бассейн. То есть стекло запрещено, потому что это и долго убрать, и тут же может кто-то пораниться. Выдают, раньше были пластиковые стаканы, но из-за коронавируса их мыть там сложно, там что-то неправильно. Короче, одноразовая посуда идет у бассейна, и это будет либо картон, либо пластик. Но это 0,33. Ребят, вам наливают пиво, а если вы не дали на чай, вам чаще будут наливать пиво с пеной. То есть 0,33, вот так вот пиво, вот так вот пеной, вы замучаетесь бегать. Потому что бассейн и бар, да, пул, бар, находятся они на значительном расстоянии, если это, ну, в общем, не важно. Берем с собой 0,7, отдаем. То есть у вас термокружки, она всегда холодненькая, пиво, коктейли, ну, что вы любите там, вино. Вам наливают 0,7, вы это запечатали, пошли на море, оно холодненькое. Ну, и пить приятнее с этой, нежели вот с этих картонов или с этих пластиковых стаканчиков, которые гнутся, трещат. Вот, это, ну, я думаю, все поняли, да? Тема, хорошая тема, берем термокружки с собой и боксы. Боксы у нас для чего? Остается у вас, ну, чаще всего остается, да, в Турции, все включено. Персики, сухофрукты, какие-то там пироженки текучие, там с медом у них пахлава, баглава, додурма. Короче, я даже не помню все эти названия. Перчим в боксик уложили аккуратненько, закрыли, пошли на море, пошли в центр города, куда угодно. Даже мы привозили сухофрукты там какие-то экзотические в багаже, мы просто набрали это, уложили бокс в багаж, привезли. Вот попробуйте, вот попробуйте то, что можно купить на рынке, а вот то, что можно купить в пятизвездочном, ну, бесплатно получить в пятизвездочном отеле. То есть боксы и термокружки обязательно. Ну, в общем, это все мое вступление, что я хотел рассказать. Теперь про отель. Поехали. Аленка учится продуваться, да, как дайвер. Ушки закладывает, мы пошли на снижение. Не получается? Не. Или лучше? Полезнен, переносим. А мы уже снижаемся. Вот так вот, как было здесь. Вот так вот выдают чемоданы. Здесь вот дютифри для пребывающих. Где-то на 3 евро дешевле, чем в Ростове. Выходите из Сан-Талии. Здесь все операторы. Подходите к какой, вам пишут одного очереди номер автобуса. Идете на... Не отвлекаемся от тем. И ищем свой автобус. Все, едем уже в отель. Так, стартуем. Это у нас сразу получается вход. И он находится на третьем этаже. То есть мы попадаем не на первый этаж, а на третий. На втором у нас лобби. И на первом ресторан. Второй этаж у нас лобби-бар. А-ля-карт ресторан. Гейм-рум. Здесь бар. А здесь Wi-Fi. Сечеред. Здесь с группками сидят. Так сказать, экскурсию обсуждают. Вот здесь вот кондитерская. Бильярд можно поиграть. Русский. Да, какой-то маленький он. А, нет, это пул. Ну, и выходим на балкончик. Основной бассейн. И здесь у нас получается ля-карт. А под ним снэк-бар. Пул-бар. Я смотрел несколько обзоров, и все они были, оказались, ну, нулевыми. Аквапарк вот этот построили в 19-м году. Видео за 18-й год вообще не котируется. За 19-й год тут одна горка фиолетовая какая-то тоже не котируется. Вот эта часть, ее тоже не было. То есть детского бассейна, да, вот сейчас я... Детских горок. Их нету, на многих видео нету. Только в 2020-м году, так сказать, это новое все, свежее. О, здесь также стройка, я потом покажу. Тоже новая. Море очень близко. Получается, вот если пойдем, сейчас пройдемся по этой дорожке, увидим, что море очень близко. Так, основной выход, и пошли на дорожку. Кул-бар. Бассейн. Теперь у нас идет детский бассейн. Добрый день. Очень приветливые, очень, так сказать, дружелюбные. Аниматоры. И вот по такой дорожечке мы сейчас пойдем до моря. Прошли первый бар, пул-бар. Вот, затем проходим у нас детское. Аттракционы. Много тени, очень много тени. Территория неплохая. Повсюду бананы, такие разные пальмы. Вот, есть вот такая детская площадка. И здесь у нас снэк-бар. Пиво, алкоголь, еда. Но еда у нас будет чуть позже. Здесь же есть туалет. То есть, если хотите, ну, с моря бежать проще. В тени можно посидеть, почилить. Достаточно вместительная. Мы уже почти на море, нам чуть-чуть идти. Пойдем. Пляж у нас отмечен голубым флагом, да? И также флаг Турции. Так, непосредственно схема. И информация. Добрый день. Добрый день. Как у вас? Как отдыхаете? Отлично. Не-не-не, спасибо. Нет-нет. Супер. Нет. Постоянно что-то предлагают. Есть у нас закрытые, открытые. Ну, все, в принципе, да? Вот такое море. Пантон. Тоже он от пляжа, от отеля. Бесплатные шезлонги, бесплатные зонтики, бесплатная вода. На понтоне есть даже душ, смыть соль, камни. И вот так вот у нас это все выглядит. Все, че ты? Нормально там одни. Минусы. Минусы отеля. Это то, что находится в пустыне. Вот. И по городу вечером погулять у вас не получится. Вообще, города здесь как такового нет. Вы в пустыне. То есть, при выборе это вот учитывать. Если вы хотите чисто поваляться на пляже, либо дискотека, либо... Ну, то есть, все, что предлагает отель, да. В принципе, достойно. Ну, на четверочку. А если хотите погулять, то только такси. Такси Евро 8-9, как договоритесь. До ближайшего рынка километра 4 пешком. Ну, я ходил, ничего. А до ближайшего мола 24 километра. Кабинки для переодевания. Мужские и женские. И ополоснуть ноги. И самому ополоснуться. Есть волейбольная площадка. Компашки играют. Повсюду стоят вот такие боксы для стеклянной посуды. Но обычно их забивают пластиковыми стаканчиками. Хотя пластик сюда нужно бросать. А здесь оставлять стекло. Но туристы почему-то делают все с точностью наоборот. Так, продолжим. У нас есть теннис. Теннисная площадка. Также баскетбольные кольца. Бесплатно. Днем. Под палящим солнцем. Ночью придется заплатить за включение света. Так, это вот у нас получается арена. Где у нас проходит непосредственно вся анимация. Она напротив у нас детских аттракционов. И вот она получается у нас площадка. Тут мы все сидим. Оттуда идет музыка. Там у нас диджей. Света музыка. Программа в принципе разнообразная. Разнообразная. Рассчитана на 7-8 дней. Где-то в воскресенье они спят. Они не работают. Их здесь никого нет. Также здесь есть занятия йогой. Вот, детские площадки покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Есть комната детская, она называется мини-клуб Туда пускают только с сухими волосами детей, особенно это касается девочек, потому что там работает кондиционер Делают футболки за деньги, смотрят телевизор, рисуют и все остальное Ну, скучновато, честно, но они это обуславливают сейчас то, что очень-очень из-за коронавируса все ухудшилось Так, и получается наш основной аквапарк, которого не было в 18-19 годах Мелкий бассейн, очень мелкий, но, кстати, очень часто маленьких детей сюда без памперса приводят, без купательного И они прям там оставляют кучки Другие дети могут глотать эту воду и потом ротовирус, очень страшно Все, также здесь есть душик, который можно принять, смыть хлорку Что, нам остается... Я еще сделаю ставки обеда, завтрака, ужина И пойдем посмотрим номер Можно погонять в гольф, в мини-гольф С детьми, очень интересно Несколько разных есть локаций Небольшие Пострелять, также можно пострелять из винтовки Мишень, стол Вообще программа разнообразная То есть можно дротики покидать В бассейне поплавать В три часа открывается бесплатное мороженое Она работает с трех до пяти Шесть вкусов Повсюду стоят санитайзеры Автоматически распыляем спирт Так, у нас первый этаж Это крытый бассейн, закрыт Доктор Двадцать четыре часа Косички Спа-центр Здесь, кстати, полотенце Мы на первом этаже А, кстати, спортзал Тоже закрыт Из-за пандемии Печально Так, мы в восемьсот пятнадцатом Ключ-карта Сразу у нас получается Для включения энергии Заходим сразу Да, у нас получается По правую сторону Ванная комната Также у нас Туалет Туалет идет с биде То есть, да, понимаем Как им пользоваться Гель для душа Шампунь Для душа Здесь у нас Кондиционер для волос И боди-лосьон То есть, молочко для тела Тускловато Вот я здесь брился У нас всего лишь одна лампочка Брить лицо не очень, так сказать, камильфон И душ Ну, простой такой душ Чистенько убирают Три полотенца Больших На каждого по полотенцу Хотя, вот у меня Там три больших Вот еще одно Четыре И три маленьких Вот, а, ну и еще одно Дают нам Для ног То есть, коврик вот такой Вот он Каждый день новый Выходим из туалета У нас Ну, комната Недостаточно небольшая То есть, небольшой такой шкафчик Двухстворчатый Небольшой Еще один Чуть больше Холодильник Мини-бар Ну, вот Дают только вот эти вот Соки нектары Персик Персик А, ну и мультифрукт Воду Газированная вода Виски мы брали в дьюти-фри Все Мини-бар Бесплатный Полностью Ну, опять-таки Алкоголя здесь нет Бесплатно вода И все остальное Сейф Бесплатно Во многих номерах Платно Вот такая кроватка У нас получается Стандарт с балконом Это было просто кресло Оно раскладывается Вот в такой Кстати, здесь пожестче спать Нежели здесь Два светильника Тоже тускло На потолке Ни одной лампочки То есть, вот одно зеркало У нас И два вот таких розовых Непонятно для чего Нужно Светильника Кондиционер Телевизор Два канала на русском языке Но опять-таки Это новостные каналы Всякие там Соловьевы Киселевы Вот В мультике Только на немецком То есть, он ориентирован На немецкого пользователя Отключаемся Кондиционер Автоматически Вот такой видок На балконе у нас стул Мини-стол И еще один стул Все Вид на море И на Аквапарк Здесь у нас получается Они в этом году Должны были достроить Но Коронавирус Делает свое Все время Каждый день Наволочки Свежие Свежее белье И чистые полотенца Итак, расписание Прирмы пищи Завтрак С 7 до 10 Поздний завтрак С 10 до 10.30 Везремя, да Это вот Лепешка, блин Так сказать С сыром С любой начинкой Которая готовится на камне С 12 до 16 Аперитив у нас Начинается с 12 До 17 Обед С 12.30 До 14.00 Торты и кексы У нас кондитерская Открывается С 16.00 И до 23.00 Можно трескать Няшки всякие Сладкие Ужин 19.00 И длится ужин до 9 В 23.30 В 11.30 До 12.00 До 24.00 Ночной суп Мороженое У нас по расписанию С 15.00 До 16.00 Но по форту Оно 15.00 До 17.00 То есть мороженое Можно пойти и взять Напитки Напитки У нас Так сказать С утра Сауна Начинается Наливать Только с 10.00 По 17.00 Это у нас Снэкбар Который ближе к морю В лобби-бар Наливает С 10.00 До 24.00 То есть 12 часов подряд Дискобар С 23.00 До 2.00 До 2.00 Ночи Вару бассейн Работает 24 часа Так же Есть Турецкая баня Сауна Джакузи Джакузи Здесь платно Вкрытый бассейн В период пандемии Не работает Спортзал В период пандемии Не работает